Добрый день. Меня зовут Никита Удалов. Я хочу поблагодарить организаторов за приглашение выступить на конференции. И для того, чтобы сделать это выступление интересным, я решил позвать человека, у которого мне посчастливилось учиться финансам, чтобы рассказать про такую тему, как ликвидность с разных сторон. Здравствуйте. Меня зовут Константин Контор. Я благодарен организаторам Никите и пилотам компании «Алиталия», которые не позволили мне опоздать на это мероприятие. Я прилетел сегодня утром в командирном, в первую очередь. Так что попробуем немножко поговорить о том, что… Да, чтобы было понятно, я в 1991 году был стажером на Чикагской бирже опционов, так что что это такое тоже немножко представляю. Хорошо. Компания, которую я основал, занимается высокочастотным трейдингом. Это весьма жесткая конкурентная сфера. Чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать. Поэтому это невозможно без жесткого контроля затрат. Но за последние три года были достигнуты весьма хорошие результаты. А самое главное, было достигнуто глубокое понимание сферы. Ну, а я представляю бизнес-школу. И, скажем так, главное здесь это то, что за те там 30 лет, которые я этим занимаюсь, возникла возможность кое-чего понять. А именно то, что я условно называю большая картина. Это не потому, что я плохо говорю по-русски. Это намеренно. Так переводится big picture. Ну, и вот в последнее время я переместился, как требует технология, в значительной степени в области онлайн. Я кучу всего записал для курсеры. Но вот, тем не менее, иногда хочется поговорить вживую. На самом деле, тема выступления появилась не случайно, потому что я многим людям пытаюсь объяснить, чем я занимаюсь. И вообще говоря, слово high-frequency trading – это весьма расплывчатое понятие, базворд, который мало о чем говорит. Вот, например, трейдинг – крайнее общее слово, high-frequency тоже не добавляет смысла. На мой взгляд, если попытаться описать это кратко, но тоже в базвордах, то это про автоматизированный маркетмейкинг и арбитраж, но тоже понимания не прибавляет. А что касается слов high-frequency и low-latency, это есть не что иное, как рыночная конкуренция и технологическое развитие в процессах, которые были и 10, и 100 лет назад на финансовых рынках. И если с точки зрения IT все просто, можно сказать, что чем быстрее, тем лучше, то с точки зрения понимания и смысла все на самом деле тяжелее и возникает много плохих вопросов, на которых нету хороших ответов. Например, HFT – это хорошо или плохо? Или может быть это про деньги из воздуха? Все мы знаем, что вроде бесплатных перворожных не бывает. И приносит ли это кому-нибудь пользу? И вообще зачем это нужно? И вообще говоря, все эти вопросы – это тема для отдельного выступления, но для того, чтобы иметь возможность на них ответить на многие другие вопросы, нам нужно сделать шаг назад и вернуться к более фундаментальным историям. Ну, как вы понимаете, шаг назад – это в силу возраста ко мне. Я здесь без шляпы, шляпы профессора и консультанта, но буду время от времени надевать. Но я думаю, что пресловутая парадигма Perfect Capital Market, она всем набила оскомину, потому что все знают, что это то, что написано в каждом учебнике, то, чего никогда нет, не было и, главное, никогда не будет. Но я вот хотел бы обратить ваше внимание на то, что то, что рынок не идеальный – это не так плохо. Вот я могу ответственно заявить, что если бы он был совсем близким к идеальному, то абсолютно все присутствующие в этом зале были бы безработными. Это касается не только тех, кто занимается торговлей, работает на бирже и так далее, но даже таких, как профессор. Мне бы нечему и некого было бы учить. И поэтому это такая история, в общем-то, интересная. И отсюда хочется не то, чтобы мост какой-то перекинуть, а задуматься, вот каким образом мы можем тот рынок, на котором вы все работаете, на котором мы все работаем, я себя считаю, безусловно, частью финансового рынка, хотя немножко с другой стороны к нему подхожу. Какие, если угодно, свойства позволяют вот эту вот степень неидеальности оценить, зафиксировать и о ней подумать? И вот именно поэтому ликвидность – это одна из тех историй, которые, хотя всем очевидно, что это слово существует, и у большинства оно вообще в подсознании, но тем не менее мы попытаемся сейчас его вывести из подсознания в сознание. Хорошо. Ликвидность по определению – это способность конвертации актива в кэш. Но это определение крайне расплывчатое и непонятное, и возникает много сопутствующих вопросов. Если говорить про такое некое обывательское понимание ликвидности, то под словами более ликвидной обычно подразумевается, что можно реализовать актива скорее больше, чем меньше, скорее быстрее, чем медленнее, и, конечно, понеся при этом меньше затрат. Но мы обычно говорим про ликвидность, про как что-то само собой подразумевающееся и, безусловно, хорошее. Но я позволю себе задать вопрос весьма провокационный. А всегда ли эта ликвидность нужна? Вот если позволите, я приведу несколько примеров, которые, опять же, довольно простые и понятные, которые позволят на это взглянуть с такой, если угодно, более глубокой стороны. Ну вот все знают, что, грубо говоря, рынок недвижимости неликвидный. Ну понятно, что продавать-то дом свой можно смело и год, важно почем. Но если мы отойдем все-таки от рынка недвижимости и перейдем к финансовому рынку, то, в частности, выяснится некое неприятное обстоятельство. Тогда, когда развивался ипотечный кредит, многие люди не понимали, что возможность предоплаты заемщикам – это крайне неприятное свойство для кредитора. Более того, вы все наверняка знаете, что оценка prepayment option – это одна из самых мутных и тяжелых частей вообще в оценке fixed income securities. И именно из этого стала, ну скажем, история секретизации началась именно оттуда. Как только возникают большие деньги и появляется необходимость у большого количества людей участвовать на этом рынке, вот тогда возникает фундаментальный спрос на то, чтобы нарезать это на понятные куски, что такое СМО, все знают. Ну, я, по крайней мере, не буду сейчас об этом рассказывать, но это на самом деле стандартизованная, раз, вещь, которая позволяет большому количеству людей участвовать в этом, два, а самое главное, в которой оценки рисков, в общем-то, и их контроль снижены. Я хочу вам привести очень смешной пример, который вот здесь называется так мутно – секретизация human capital. Дело в том, что я бы не тратил ваше время, если бы пример этот не привел человек, который на опционном рынке сыграл немалую роль. А вот вот Боб Геске, может быть, кто-то знает о нем. Это человек, который запрограммировал впервые в 1972 году в калькулятор формулу Black & Shoals для торговцев на СБИО. И мне посчастливилось учиться у Боба Геске в свое время. Он привел следующий пример. Он говорил, что поскольку в Соединенных Штатах все переинвестированы в недвижимость, то возникает мысль, а нельзя ли оттуда диверсифицироваться. Он говорит, как? Очень просто. Он обратился к одному парню, который уже тогда получил работу в Лазаро Фрер. И он сказал, представь себе, что ты придешь через полгода к своему боссу и скажешь, выдайте мне, пожалуйста, PV моих доходов за три года. Я возьму кэшем, заплачу за дом, за BMW, за все остальное. Ну, понятно, что этот человек, наверное, послали бы психушку. Но, обращаю ваше внимание, что если это один человек, то это психушка. А если таких людей миллион, то это страхуется, стандартизуется, и все возникает совсем по-другому. То есть, на самом деле, когда люди создавали СМО, то до 1983 года, когда известный всем Дик Ролл все это создал в Goldman Sachs, это тоже было психушкой. Так вот, эта тема до сих пор не решена. Прошло, этот пример, который произошел в мае месяце 1994 года, то есть уже почти 25 лет назад. А никто об этом не задумывается. И это, на самом деле, такая история интересная. Ну, оттуда хотелось бы перейти к более таким приземленным вещам, а именно к обычным… Да, слушай вас. Это отлично, но поражает, почему это так слабо развито. Не-не-не, есть и другие примеры, но прикольно то, что прошло 25 лет. Боб еще одну неприятную вещь говорил. Как насчет аккаунтинга для деривативов? Это было до того, как в 2007 году люди сказали, что если у вас все в оболочках, то тогда как бы и все скажут, что мы все свалим на кайманы и все будет отлично. Это было, понимаете, как бы… И интернета не было в том понимании. В школе бизнеса в UCLA, куда я ходил, была точка, где проверялся имейл. Сейчас там вы не пройдете и метр без сокетов, которые можно воткнуть в свой компьютер, понимаете? Но люди думали и тогда. Ладно, я немножко узомпировал. Немножко о ликвидных, обычных рынках, что называется. Да, есть на самом деле такой хороший термин, который называется имидиаси, который, если сказать простым языком, это такая некая временная компонента ликвидности. То есть это про то, чтобы реализовать актив скорее быстрее, нежели чем медленнее. И оказывается, что есть ряд рынков, ряд случаев, где эта имидиаси крайне важна. Например, это рынок деривативов. И вообще говоря, все те места, где присутствуют большие плечи и нелинейная взаимосвязь между ценой базового актива и, собственно, ценой дериватива. Ну, еще один небольшой экскурс в прошлое. Никогда не забуду этот эпизод. Это было на минуточку в дни ГКЧП в Москве. А именно 20 августа 1991 года. Значит, я был стажером на Чикагской бирже опционов в этот момент. Так получилось. И я две вещи запомнил. Первое, что я решил позвонить своей маме, ниоткуда это не мог, с биржевого этажа я снял такой старый телефон. И слышно было, как будто я вот с вами разговариваю. Это первое, что тогда технологий еще никаких не было. Но более прикольная история состояла в том, что мало кто знает, что, допустим, тот факт, что в те времена люди торговали с голоса, был связан не с тем, что были плохие компьютеры, а с тем, что человеческий голос на порядок быстрее человеческого глаза. То есть пока у вас висит котировка на экране, это слишком долго. И я был свидетелен того, как человек, вот это не шутка, без всяких роботов вживую сделал 2000 транзакций за срок минут. Это чуть больше секунды на транзакцию. Да, было вокруг него 4 раннера и 4 забивателя. И вот такая гора тикетов. Потом он просто лег на пол и спал. Ну вот как бы так примерно работали. Теперь от примеров веселых немножко к более приземленным вещам еще раз. Наш основной месседж, который мы хотим здесь с Никитой озвучить, состоит в том, что, к сожалению, ликвидность, как в хорошем, так и в плохом, это не бесплатная штука. И давайте разберемся, сколько все же стоит ликвидность. Первый вопрос, который нужно задать, это для кого она стоит. Для продавцов ликвидности, для маркетмейкеров или для покупателей, для конечных участников рынка. Начнем с продавцов. Как минимум есть два пункта. Это транзакционные затраты и кост постоянного присутствия на рынке. То есть это IT, это люди, это, собственно, деньги. Но дело в том, что если эти две затраты с развитием финансовых рынков сильно сокращаются за счет рыночной конкуренции, за счет развития технологий, то есть еще одна, не менее фундаментальная, еще один пункт в этих затратах, который со временем мало меняется. Ну, речь идет о так называемых информированных инвесторах. На самом деле, когда произносятся это слово, у людей есть ощущение, что это инсайдеры. Ничего подобного. То есть они, конечно, тоже информированы, но есть куча других людей, которые не нарушают никаких законов и, тем не менее, являются информированными. В чем здесь неприятность? Что такой инвестор всегда у маркетмейкера выигрывает. Значит, маркетмейкер, когда ему проигрывают, должен эти косты переложить на тех, кто их не знает. То есть на огромную толпу неинформированных. Если последних будет больше, слава богу, на всех рынках это так. Намного больше. То тогда возникает только вопрос. Вот эти все люди, неинформированные. Прошу прощения за это длинное, не очень таксо удобное слово. Они все согласны закрывать дырки тех, кто стоит на рынке или нет? Ну, как выяснится, да. Но вот тот факт, что с развитием технологий наличие информированных инвесторов никуда не девается, ставит определенную планку, что ниже этого по костам мы вряд ли уйти сможем. Вот так было, я ответственно называю, 30 лет назад, 20, 10. И пока не видно, чтобы это куда-то уходило. Потому что вот тут вот все как-то по-старому. Теперь давайте разберемся, сколько стоит ликвидность для конечных участников рынка. И как минимум здесь можно сказать две вещи. Во-первых, чем больше участников рынка, тем меньше стоит ликвидность для каждого из этих участников в отдельности. А второе, чем больше нужна ликвидность этим участникам, тем они больше готовы за нее платить. Ну вот я приведу три примера. Они здесь условно называются РТС-97. Значит, ну здесь в основном аудитория молодая, но кто-то, наверное, помнит 2 января 97-го года, когда все пришли в офисы, а все экраны зеленые. И так было три месяца. Потом правда был… Почему это произошло? Понятно, залили деньги в конце 96-го года. Но есть очень интересная история. Я тогда просто был директором инвестиционного отдела крупной инвестиционной компании. И мы проанализировали, какие премии платили с инвесторами за какие акции. Обычные российские акции, там РАО, ЕС, понятно, была самая ликвидная. И оказалось, что огромный кусок этого была как раз ликвидность. То есть люди не очень смотрели на финансовые результаты, не очень смотрели на угрозу реструктуризации. Но если движуха есть, то люди в этом участвовали. Это первый пример. Всем здесь, конечно, очевидны. И теперь второй пример тоже более-менее очевидный, потому что сейчас, когда наступила глобализация, допустим, человек хочет начать торговать. В принципе, не так сложно сделать это из любой точки мира на американском рынке или на каком-то еще, где ликвидность высока, где удобно, где дешево. А самое главное, здесь я переползаю в пример 3, где присутствует хорошее корпоративное управление. Вот, кстати, в третьем вопросе я написал серию статьи однажды на тему «Сколько стоит corporate governance?» Может, как-нибудь поговорим и об этом. Я утверждаю, что там, где нет большого спроса на это, где играют только крупные, там его нет. Corporate governance нормальный, есть только в Штатах, потому что там десятки миллионов инвесторов и триллионы долларов за ними. Ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в Японии. В Японии сейчас это большая история. Вы, наверное, знаете, там приближаются у них собрания акционеров. Этого нет. И это неудивительно. Это показывает, что всем было бы неплохо в этом поучаствовать. Но за чей счет? Самый прикольный пример, который я не могу не привести. Вы, возможно, знаете, есть такой Джим Фенкнер. Он довольно давно на российском рынке уже работал. И вот я хорошо помню, это был 98-й год, лето. И он на конференции, я не помню, в Лондоне или в Сюрихе, как-то сказал. Вы знаете, недавно мне позвонила моя мама, ну, он американец, и сказал, Джим, я, конечно, понимал, что у родителей и детей всегда бывают проблемы, но почему же ты такой гад не позволил мне купить российских ГКО? Он говорит, мама, я же тебе не враг. И вот вы будете смеяться, но она бросила трубку, и стали они разговаривать только после дефолта. Потому что для нее ГКО – это государственная ценная бумага, правильно? Которая безрисковая точка. То, что у нее доходность 150% была 28 мая 1997 года, никого не волновало. И она считала, что ее родной сын, который в теме, мог бы ей прикупить и дать на халяву заработать. Я вам клянусь, Джим стоял, как бы, по-моему, в Цюрихе, рассказывал, народ сначала не въезжал, а потом был гомерический хохот. Но это же происходит, так что вот такая вот история. Ну что, вот и мы плавно подходим к концу. И на самом деле теперь мы видим, что рынки далеко не идеальны, и вообще говоря, они всегда ликвидны. Это не очень плохо и не очень хорошо, а вообще, говоря, это нормально. И в тех местах, где собирается достаточное количество людей, которые готовы платить за ликвидность, ликвидность появляется. А там, где этого не происходит, собственно, она стоит слишком дорого для них. Ну я напоследок хотел бы сказать, что, хотя мне приходилось надевать здесь шляпу в кавычках умного профессора, но когда мы говорим о понимании, это гораздо больше, чем просто то, что мы посоревновались в интеллекте. Дело в том, что когда вы понимаете вот эти вещи и вынимаете их из своего подсознания, если угодно, то тогда у вас при разработке новых инструментов, при построении новых алгоритмов и новых стратегий появляется возможность понять, а вообще там есть глубина какая-то. Там можно, в принципе, заработать. И это так, что это не шутка, и это довольно важно для понимания конкурентного преимущества. Ну, теперь всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok